Это не просто сундук, это бакля для ремня. Чужой и хищник тоже застежки для ремня. Пряжка с лунной поверхностью и пряжка с тутанхамоном. Этот ремешок на самом деле не из чужого, а из теленка, но еще здесь есть и гиппопотам, и крокодил, и жираф, и хвост бобра, и многие другие ремни, а еще куча бронзовых часов. Но обо всем в порядку. Всем привет, меня зовут Виктор, и сегодня я хочу представить своих друзей. Мы организовали выставку в музее времени часов. Начну с Антона, делает крутые ремешки из разной кожи. Максим, любитель бейсбольных тематик, делает крутые ремешки, бок ремешков из бейсбольных перчаток. И Игорь делает шикарные пряжки своими руками из 5G бронзы и из латуни. Еще с нами сегодня нет, это Александр, мы называем его Александр Морприбор, собственно, создатель бренда Морприбор и часов Морприбор. И Александр из Керчи, тоже сегодня с нами нет, он делает шикарные пряжки и также ремешки. И сейчас мы хотим вам рассказать о нашей выставке, которую мы организовали в музее времени часов. Здравствуйте еще раз. Как уже представил Виктор, меня зовут Максим, Малина Крафт, и я делаю ремешки в основном из бейсбольной перчатки. И хотел бы сейчас их вам показать. Это, собственно, да, оригинальная бейсбольная форма. На витрине представлены часы микро-брэнда Моронец, все часы одной марки. Перчатка – это уникальная вещь, потому что из нее очень сложно сделать одинаковые ремешки, за счет того, что перчатка бывает разных цветов, разных фактур и с разными надписями. Раньше я перчатки заказывал на ebay, но с прикрытием и осложнением с границами я стал покупать их у нас либо в магазинах, либо на авито у людей, которые либо когда-то играли в бейсбол, либо просто покупали их как сувениры в других странах. Да, еще раз привет. Меня зовут Виктор, директор МММ в узких кругах известный. И я сейчас расскажу о двух витринах с авторскими пряжками, ремешками. Здесь много интересных ремешков с рисунками, с принтами, с вырезанными всякими историями. Много пряжек литых от крутых мастеров. Ну и часы разных микробрендов, которые в России нам не так, в самом деле, сейчас просто приобрести. В том числе есть и лимитированные часы с красным циферблатом «Штайнхард». Собственно, с них и началась, честно говоря, моя любовь к бронзе и латуне. Здесь представлены комплекты ремешков и пряжек, опять же, авторских, с интересным сочетанием. Например, новогодние ремешки, новогодние пряжки. А вот на этой витрине есть очень интересный микробренд «Батискафа». Много часов, он прям целой компанией покупали часы похожие. И для них делались специально под эти часы разнообразные ремешки. Особенно вот двое таких часов по центру, где прямо нарисована картина, можно сказать, хорошим мастером решатом. Микробренд «Стилдайв» тоже много интересных бронзовых часов. Ну, пряжки здесь тоже всевозможные. Ручной работы и отливка, в том числе от Игоря, который ранее представлял. Бывают большие пряжки, которые только на лето, на открытую, так сказать, руку без рукавов одевать. Есть пряжки более маленьких форматов, которые под любую одежду подходят. То есть пряжек можно, собственно, на выставки всевозможных, на разные случаи жизни, так сказать, под любые комплекты, под любые часы. На этой витрине есть очень интересная кожа, например, из желудка коровы. Сейчас желтый и рядышком это кожа с хвоста бобра, кожа с барана. Синенький, да? Да. Кожа кенгуру. И вот очень интересная кожа, кожа оленя. Тоже довольно-таки редкая, очень износостойкая, прямо шикарная мягкая кожа. Ну и множество разных часов бренда «Восток Европа». Разных размеров, разного дизайна, разного уровня патинирования. Комплект пряжка плюс ремешок «Орел» с принтом «Орла» на ремешке. Ну и, собственно, пряжка в виде «Орла». Мне, как производитель, просто нравится работать с разными материалами и по-разному их обрабатывать. Раскрывать в них что-то. Поэтому разные фактуры, разная патина разного цвета. Хотя это одна и та же бронза. И разные варианты решения. К примеру, пряжка с гильзой. И вот их здесь у нас штук пять, наверное, всяких разных. Такой вопрос. А кто круче, Гагарина или Бандалорис? Юра был первым. Юра круче. Ну, если говорить про материалы, не все же в пряжках, только бронза. Здесь мы видим и серебряные, и можно еще вот. А что это такое? Макуме. Ну, сплав. Медь, латунь, мезельбер. Разные славы. То есть то, что в принципе мы в ножах, наверное, чаще встречаем, да? Да, чаще в ножах, но можно и пряжки делать при желании. Ну, здесь представлены пряжки крутого мастера из Кирычи Александра Еленмар. Много разных тематик, размеров, форматов, большая детализация. Даже мало у кого есть, я думаю, такое, да? Даже если это как бы не Пис Юник, скажем так, да, как в часах говорят, все равно, я думаю, встретить человека с такой же пряжкой, можно только на встрече как раз там любителей Панераи и чего-нибудь такого. Да, да, согласен. А с чем связан такой выбор героев, да? Сюжетов? На самом деле здесь Банера мастера, лучше спросить. Ну, тематика у них разнообразная. И вот всякие чужие, хищники, какие-то персонажи вот там типа Голума. То есть это, видимо, в основном какие-то культовые образы, да? Да, что-то такое узнаваемое, что-то узнаваемое сразу, чтобы было. То есть мы такие вот взрослые дядьки, но при этом то, что еще из детства. То есть, ну, например, тот же Чужой, да, то есть все-таки все равно это, я думаю, в основном мы смотрели все еще в детстве. Да, да, да. Вот почему-то много Чужого, но не хватает Терминатора. У меня больше видео с самого детства, больше даже, наверное, про Рэмбо и про... Я Александру это говорю, что давай, пора уже давно делать Терминатора. А на этой витрине представлены часы российского производства и так называемые русские проекты. Часы, которые, может быть, не в России производились, например, как Military Gamble, Morpribor, российские по духу, но производство частично или полностью не в России. Ну и также они на таких вот авторских кастомных ремешках со своими пряжками тематическими. Ну и мощные водолазные чизы от ЗЧЗ. Окей, здесь тоже один из часов с фибатом из Макумэ. Ну и вот такой интересный аппарат, называется Кренометр. Первое К, а не Х. Кренометр, слово Крен. Кренометр, слово Крен. Использовался водолазами при подводных работах на затнувших судах. Может, как раз, я думаю, пару слов сказать, почему вообще бронза, да, то есть откуда вообще-то все пошло? Оно как раз, да, вот правильно, с морем связано. Бронза же активно использовалась именно в морском деле. То есть, возможно, вот тот же Кренометр, да, из какой-то латуни из Дион. Там, несмотря на то, что бронза патинируется, она довольно-таки надежный материал именно вот в плане соленой воды. И, кстати, на этой витрине еще представлены очень интересные, уникальные пряжки. Называется серия Иллюминатор. Несколько видов. Они открываются, да, внутри, как обычная пряжка получается. А вот в этом под куполом находится какая-то тематическая картинка, опять же, с такой детализацией. И жидкость, которая, ну вот, когда придает какого-то движения и динамики для пряжки. Причем даже одна пряжка вот здесь, которая под лупой, там еще и песочек есть в жидкости. Переходим к гадам, да? А, нет, это еще не гады, это еще рептилии, да? Рептилии, да, это рептилии. Гады будут позднее. Да, тут представлены крокодилы во всем их разнообразии. Скрашенными, скрашенными прожилками, с хорнбеками. Хорнбек – это хребет. Посередине проходит хребет. Вот на коричневом и на черном. А вот на этом коричневом, следующем, он разрезан, наоборот, по хребту. То есть здесь как раз вот пузо без. Почему вообще крокодил? Мне кажется, не все его знают. То есть думают, что просто потому, что дорогая кожа, там, всякие швейцарцы, например, делают из лигатора. То есть в чем фишка? Дяди Гены. Но он достаточно износостойкий. Ну вот это на самом деле, если честно, спорно. Весьма прожилка, которая идет, ну вот, например, взять вот этот синий, да, то есть как раз вот этот посередине прожилка, которая идет. Да. Вот как раз именно там он рвется чаще всего. Да, по нему как бы… Потому что это слабое его место. Но при этом он красивый, он неоднородный, ну то есть рисунок. Но вот эти ячейки, они внутри как наслоение, там, множество-множество слоев. Если его разрезать аккуратно, то вот прям видно, как на дереве кольца, вот так же и на крокодиле. Поэтому считайте, что он износостойкий. Он и цвет необычный. Да, вот этот синий очень интересный цвет. Да, вот этот вот, этот я красил сам, с глазом, да. Вот этого крокодила, он был вот таким слоновой костью. Это я его покрасил в такой цвет, оставив прожилки. Здесь на этом стенде представлены часы Фандерия Навале, четверо их. Три как раз представлены в таком ретро-корпусе, как раньше, в старину. Из кожи здесь представлены лапы страуса, 4 ремешка, это, да, это лапы страуса. Далее идет 4 ремешка, это жираф, 2 рыжих, нет, 2 рыжих и 2 серых. Это жираф, далее идет бегемот, от коричневого до коричневого. Это представлен бегемот, он очень-очень интересный, активный и, на мой взгляд, намного прочнее, чем крокодил. Следующий идет верблюд, тоже очень приятный, светлый, светлый. Это верблюд, ниже, ниже тоже, до конца практически это все верблюд. Потом буйвол с такими как крапинками, это лапы страуса обратно. Сам уже страус, зеленый и коричневый. Кстати, очень износостойкая кожа, несмотря на ее нежность, но она очень износостойкая и очень прочная. При этом очень мягкая. На этой витрине представлены ремешки и слона. Это достаточно редкая и уникальная кожа, однако нам удалось набрать ее достаточное количество для того, чтобы оформить целую витрину кожей одной марки. Удивительный факт, но слонов не убивают ради кожи, поэтому экоактивисты могут радоваться. Кожа является вторичным продуктом и ее снимают либо уже с умерших животных, либо с животных, которые выводят из селекции. В отличие от крокодилов и так далее? Ну да, крокодилы разводят специально на фермах, исключительно ради кожи. Кожа достаточно прочная, интересная, с уникальной фактурой. И вот среди, наверное, всех видов кожи некоторые можно выделить и вот увидеть и понять, что это именно она. Вот такая является как раз кожа слона. Помимо самой кожи на витрине есть уникальные экспонаты. Часы Майки Реджа с натуральной патиной. Это единственная фирма, которой патинируется не только корпус, но изначально и циферблаты. Вот тут представлены две модели, одинаковые, но с разной степенью патинированности циферблата. После патинирования циферблата покрываются лаком, таким образом эта патина не переходит ни на механизм, никуда дальше. А, но ее как бы уже замораживают, стабилизируют в этом? Да, ее стабилизируют, совершенно верно. Но вот есть же микробренды хорошие, да? Да. Не все этот... Хамаш. Хамаш. Помимо уникальных часов Реджа, есть еще интересные часы фирмы Зелос с циферблатами, выполненными из метеорита. Это натуральный метеорит, монолит, металлический метеорит, который упал в Норвегии сколько-то там лет назад. Это тоже две одинаковые модели, с одинаковыми циферблатами, отличаются только наличием керамической вставки на безеле. Шок — это тоже кожа слона, и он вручную окрашен в стиле полотна Ван Гога. А мы-то уже все подумаем, что это из уха. Может быть, из уха слона. Здесь очень интересные ремешки. Вот, например, один из них сделан под березу, вставка из молнии, второй ремешок. Но при этом это не береста. Нет, это не береста, это кожа теленка. И раньше мы видели на «Сталинградах» часы, на часах «Сталинграда» это ремешок такой под кирпичную кладку. То есть такой дом Павлова. Дом Павлова, да, да. Ремешки с принтами. Вот, например, на ремешке, собственно, моя жена и сын изображены. Делала ремешки специально, чтобы запечатлеть на ремешках маленького сына. Так, а вот этот ремень? Это сын еще когда был в утробе матери. Так, а это тоже членосемьи, нет? Нет, это товарищ Сталин. А вот предлагаю, кстати, это, я думаю, предлагаю ему вспомнить, что за дата такая, 24 мая 1925 года. То есть я думаю, не надо быть историком, чтобы понимать, что это не день рождения, не день смерти. Это наставник «Комсомольская правда», ремешок там просто не видно на длинной части. Надписи — это дата первого выпуска газеты. Ну и вот очень тоже интересный ремешок в виде медпортного, да, да. Так родилась идея сумбурно, делал фоточасов с таким вот метром. И один из мастеров говорит, давай сделай ремешок. И вот, собственно, принт сделал такой лазером. Гост на тренчике разместили. А вы сами придумываете вот эти сюжеты? Или люди приходят и говорят, я вот хочу там, не знаю, что-нибудь там сделать про семью, про комсомольскую правду, еще про что-то? Я сам, потому что ремешки мои, собственно говоря, для меня их делали. И да, какие-то идеи, я прихожу с идеями. Да, последний ремешок крайний с текстом, это у меня вот на память одно из последних поздравлений моей мамы, которая мне написала. Я вот он нанес его с помощью мастера Решата, он нанес на ремешок. Там стихи, которые вот там матери к сыну. По часам у нас здесь как раз вот видно микробренд курильщика, микробренд здорового человека, да? То есть есть вот авторские микробренды с своим дизайном, своей идеей. А есть те, кто, ну, просто кем-то вдохновились. Конечно, я, конечно, за вот тех, кто придумывает что-то свое и таких только поддерживаю. Сам стенд ползучий. Гады как раз, да? Да, да, да. Ну, здесь у нас изображена лягушка, здесь все жаба. В целом они абсолютно все. Зеленые, красные, коричневые и оранжевые. Очень интересный материал. Вот эти вот все так называемые выпуклости ремешок от Максима. Он полностью не вырезал, он и оставил такой выпуклость с краю. Придать такой акцент интересный. При этом вот эта экзотика, она же очень такая износостойкая, да, обычно? От выделки зависит. Мастер может, конечно же, полностью как испортить кожу, так и сделать ее более износостойкой или же, наоборот, мягкой. Здесь также представлены и змеи. Есть вот такие шершавые с выступами и ячейками. А есть водяные. Водяная, это вот красная, да, это корунг. Красный кусочек, квадратик, это вот водяная змея. Рядом ремешок, который красный, это тоже из подобной кожи сделано. А это удав. Питон. Ой, да, питон, питон. Питон и интересно, вот нижняя, почему такая вот большая чешуя такая, да, то есть это, получается, она действует как гусеница, да, у трактора. Совершенно верно. Широкая часть, широкая часть рисунка, это как раз брюшная часть, благодаря которой он ползает, сокращая мышцы и двигаясь на этой стороне. А если вот подарить, например, любимой женщине из, это, часы с ремешком из жабы или змеи, какая будет реакция? Был ли такие опыты? Главное сразу же купить и пряжку с горгоной, тогда не промахнешься, тогда точно на выселение. Ну, по мне, это идеальный вариант воплощения Александра в пряжке, горгона, мне очень нравится со змеей. Или отличный подарок, там, ну, какой-то вот бывшей любви, да, то, что в этом есть такое, романтично такое-то, прощайное. Бывший перебор. Дорогая, давай остаемся друзьями. Сотрудникам бухгалтерии. Дорогая, чтобы ты знал, насколько ты мне дорогая, да? Змея. Первую, которую купил я, была просто отвратительная, сухая и шершавая. Эта, которая представлена, она очень мягкая и классная. Вот зеленая, красная, синяя. Если взять ее в руку, то человек, мне кажется, может засомневаться даже, что это змея, что это бетон, потому что он реально очень-очень мягкий. Ну, естественно, он не износостойкий, потому что чешуя, она как в одну, так и в другую сторону ездит. Вот на корунге нет, потому что он водяной. Так, панцирь на этом стенде намекает, что здесь у нас будут черепахи. Да, совершенно верно. Это тоже достаточно уникальные экспонаты. Это двое часов фирмы Макара, модель Sea Turtle, морская черепаха. На часах установлены ремешки из кожи морской черепахи и бакли в виде морской черепахи. Ну, у них же панцирь. То есть, например, у крокодилов берут живот для ремешков. А что берут? Это в основном лапы, лапы и хвост. У черепахи, да, действительно очень мало кожи, которые пригодны, и она не такого большого размера, поэтому редко можно встретить какие-то крупные изделия из кожи черепахи, но на ремешки вполне себе хватает. И носу. И переходим к карпу, да? Переходим к другой коже. Это кожа осетра. Видны характерные пластинки костяные с осетра. Желтый ремешок и вот эти белые вкрапления – это как раз костяные натуральные. Его вот эти вот, как это называется? Как-то они называются. Да, это натуральная кость. То есть, да, натуральная кость в натуральном кожном ремне. Бывает и такое. Тоже достаточно редкий вид кожи. Это кожа рыбы волк. Эту кожу прислали мне из Исландии. Ничего особо примечательного в самой коже нет, в ее качестве и выделке. Просто это супер редкий вид кожи, который я ни у кого до этого не встречал. Синий ремешок – это кожа рыбы пироруку. Это рыбы, которая водится в Амазонке. Рыба-гигант. О ее размерах можно судить по размеру чешуйки. Она в несколько раз больше, чем, наверное, у любой другой рыбы, которую мы видели. Также здесь представлены ремешки из кожи лосося. Вот желтый, да? Желтый и соседний синий. Кожа ската – это желтый, высший и черный. Еще один осетр – это вот этот вот коричневый с мелкой структурой кости. Оранжевый такой. Рядом с осетром еще один скат. Кожа ската – это, наверное, единственная кожа, которая не горит, потому что вся состоит из мелких костяных пластинок. Одна из самых прочных кож в мире. Коричневый, да. Карп. Зеленый. Да. И вот еще несколько карпов желтый и оранжевый. По часам на витрине два основных бренда. Макара – это группа Гамма, четыре разных модели часов. И разные модели часов Макара. Ну, причем Макара тоже все-таки никого не повторяет в лоб, как некоторые другие, да, участники? То есть у них есть какая-то все равно, ну… Своя изюминка. На мой взгляд, они такие часы с самым самобытным дизайном, как будто их какой-то пещерный человек взял, просто вырубил из целого пуска бронзы. Так грубо, но при этом вот есть в них какой-то определенный свой стиль. Ну, корпус может быть, не знаю, что-то отдаленно напоминающее, может быть, даже Булгари, да, но только… Но тоже за счет, больше за счет самого приема соединения кругов и многоугольников, да. То есть самый как бы, ну, понятно, это все, в принципе, часовчики используют этот прием в дизайне, но такого-то, без этого, без Сан-Мартина, в общем. Да, забыли еще одну интересную кожу. Это кожа угря. С одной стороны, это редкая кожа, с другой стороны, многие известные модельные дома делают из нее сумки, аксессуары, и они пользуются спросом. У угря есть характерная особенность – это такая вот полосочка вдоль тела. Она прослеживается как и на самом ремешке, и на кусочки кожи под ним. Мы рассмотрели уже много видов рыб, у которых есть кожа, которая участвует в обработке, но основным, конечно же, является кожа акулы, и ей мы уделили целую свою витрину. Кожа акулы также по-своему уникальна. Это кожа, которая водонепроницаемая. Вот, но, конечно же, купаться в таких ремешках не стоит, потому что подклад все равно изготовлен из обычной кожи, которая впитывает и пропускает воду. На ремешках из кожи акулы мне очень нравятся ремешки с акулой. Если поискать, здесь их найдется достаточно большое количество, наверное, около пяти разных штук от разных мастеров. А также представлены бакли на морскую тематику со всякими подводными лодками, осьминогами, якорями, нарвалами, маяками и прочей морской историей. Интересно, что очень разные, да? Это все акула, при этом она выглядит, как будто это разная какая-то кожа. Да, у нее может быть и разная структура, в зависимости от того части тела, туши, с которой сняли эту кожу. Она бывает практически гладкая, с очень мелким рельефом, так и супер рельефная, как вот, например, на оранжевом ремешке или вот на коричневом практически со структурой дерева. Возвращаясь к теме пряжек, отдельно хочется обратить внимание на пряжку подобную, вы уже видели. Это тематическая пряжка в форме иллюминатора, и в данном случае внутри как раз представлена акула. В древности именно кожей акулы финально полировали мрамор, мраморные статуи. То есть настолько она износостойкая и мощная. В акуле видны как будто такие мелкие, не крапинки, а углубления, риски, да, вот как напильник. Коричневый? Да, с рыжим краем. То есть прям, он, по-моему, единственный здесь. Вот она внутри, она вот как наждачка. Здесь видно, что ее практически не полировали, она осталась. А, кстати, акулы, ну, то есть просто добывают промысловым методом, скажем так, да? Акулы добывают промысловным методом, но, как и большинство видов кожи, кожа является абсолютно вторичной. И, грубо говоря, если бы из кожи коровы не делали каких-то кожеголовнотерейных изделий, то мясо коровы стоило бы просто там в полтора раза дороже. То есть кожа всегда является, ну, кроме крокодила, вторичным продуктом акул добывают не ради кожи. Ах, едят? Да. Суп из акульных плавников во всей Азии очень любят и уважают. Показать изготовление ремешка, вот как раз для бронзовых часов. Выбираем необходимый кусок из кожи и вырезаем необходимый размер. Затем мы кронциркулем отмечаем нужную ширину и шарфуем край кожи для того, чтобы его потом в дальнейшем клеить. На третьем этапе мы склеиваем сам ремешок и обжимаем. Далее четвертый этап – это вырезаем саму форму. Пятый – мы нагреваем сам инструмент Кризер и по периметру ремешка делаем размерку непосредственно. Затем мы пробиваем отверстие киянкой. Затем седьмой – это мы зажимаем ремешок непосредственно в шорнике и двумя иголками прошиваем его сидельным швом. Следующий этап – восьмой – мы торцбилом снимаем края уреза, чтобы задать ему небольшую плавную форму. И высечным пробойником делаем отверстие под язычок. В девятом этапе мы токанолом обрабатываем края, для того, чтобы придать ему глянец. Либо, кому как и нравится, мы обрабатываем накраской и сошлифовываем. Эту операцию мы повторяем около пяти раз, пяти-шести, для того, чтобы получить идеальный покрашенный терец зеркальный. Затем одеваем баклю и кайфуем. Здесь представлены мои ремешки, которые я сшил. Хотел отдельно остановиться на японской коже. Это вот зеленый и фиолетовый. Зеленый и фиолетовый – это японская кожа. Уже очень-очень много лет по той же технологии делают японцы, более двух тысяч лет. Вот этот блеск – это гранат, который они наносят вот таким образом равномерно и запекают. Он очень износостойкий. Кожа называется Куразан. Я очень рекомендую ее. Давно ее искал. Она прям очень крутая. Довольно-таки редкая. Очень это все увлекательно. Вы и ваши коллеги, вы делаете ремни на заказ, да? То есть можно чем-то вдохновиться и сделать. То есть это не то, что вы только для себя делаете и все. Можно ваш закрытый клуб, так сказать, его попасть. Мы будем очень рады. Единственное, что нельзя, это заказать у нас черный ремешок с черной ниткой. Классика не делаешь. Я шучу, но просто хочется чего-то классного, сочного, красивого, необычного. Может быть, потертого, либо вот как Куразан. Ну да, обычных ремней их и так много кто делает, причем делают массово, дешево. Ремешок с тиснением, как это делается в классической форме. Вот он. То есть это кожа растительного дубления, она мочится. Непосредственным инструментом, штампом наносится вот этот вот рисунок в корзинках. Затем он наносит определенная краска. После он консервируется, покрывается лаком. И то есть это именно углубление. Это очень с тиснением. Много есть изделий разных. Я вот пытался это на ремешке перенести. Желтый ремешок тоже делал я для Вити. То же самое, кожа растительного дубления, штамп, корзинка. Но в данном случае он выглядит как шина непосредственно. Потом красится углубление с определенной краской. После он наносится лак. Это тема как бы как двуликово, как в Бэтмене. Как будто ожог нанесен. Он даже прошит, но потом прорезан. То есть нитка такая полувыгоревшая. То же самое кожа растительного дубления. Покрашена вручную, прошита вручную. Контекст. Обгорелая кожа. То же самое, как и пряжка. Пряжку сделал также Игорь. Ремешок в виде куска дерева обожженного. Как кусок березы. А это был, на самом деле, первый ремешок в виде куска обожженного дерева решат сделал. А вторая, как бы серия, так сказать, продолжение, это ремешок в виде коры березы. Ну и рядышком, кстати говоря, еще тоже такая тематика древесная, можно сказать. Это такой вот с принтом, с рисунком. Зеленый ремешок с рисунком листа. Да, это все теленок. Особенно вот кусок дерева обожженного. Прямо вот даже кусочек дерева на часах. Но на самом деле, он очень мягкий ремешок. Реально кожа натуральная. Ну и вот еще ремешок в уголочке. Это вот, так скажем, неименной. Тоже решат, сделай ремешок. Директор МММ. И у нас такие вот авторские пряжки, ремешки. То есть важно не просто часы, ремешок, пряжка. Чтобы это как-то некий единый ансамбль был, так скажем. Было максимальное сочетание и тематики, и какого-то цвета. Да, и какой-то концепции, идеи. Если это вот вариант, о котором говорил сейчас Антон, двулики на красном штайнхарте, да, обожженный ремешок. Здесь вот красный циферблат и обожженный ремешок с красными нотками. Ну и пряжка тоже такая вот подплавленная, как раз с той стороны, где и обожженный ремешок. В продолжении истории про комплект и ремешка, и бакли на ремешках из бейсбольной перчатки у меня есть две бакли в виде бейсбольного мяча. Обе бакли делал вот наш товарищ Игорь. Вот одна из них, и вот представлена вторая. И они стоят на ремешке из канваса. Но канвас не простой, а канвас с историей. Это материал, я его распорол под свой подсумок, в котором 10 лет играл в страйкбол. Постирал его и сделал ремешки себе и своим друзьям. Вот здесь на витрине представлено сейчас 4 ремешка из этого материала. Также хотел добавить про эти 3 ремешка, которые представлены здесь в теме Мандалорца. Это вот мое влечение. Это тиснение также на коже с покраской на этих трех. И Игорь сделал к ним пряжки «This is the way» с черепом Мандалора и «I have spoken». Я все сказал. Также это на тему Мандалорца. Часы здесь представлены от компании Сан-Мартин. А на мой вкус очень интересное такое вот комбо, конечно, когда это лунная поверхность. То есть и на бакле, она причем такая объемная, и ремешок. Даже не знаю, какие я бы хотел часы на таком ремне носить, но сам проект, сама идея очень интересная. И идея и реализация. И теперь эксклюзив, который вы не сможете увидеть, если просто придете на выставку. Потому что, чтобы это показать, нужно достать баклю из-под стекла. И произойдет сейчас чудо, да? Саша, специально только для тебя. Вот, то есть это, видите, не просто. Там еще есть какой-то диод, который этот телевизор подсвечивает. И вот еще один телевизор бакля тоже подсвечивается благодаря диодику внутри. Вот такие вот игрушки у взрослых дяденек. Так, носи гробик бакля и помни о смерти. Помни еще, конечно же, о чужом и о хищнике. А вот как выглядит ремешок в честь дома Павлова на часах Сталинграда. Хотя сам бренд к СССР не имеет отношения. И на бакле Красная Звезда. Вот как чужой и хищник смотрятся на, собственно, на ремнях. Вот, причем если вы считаете, что баклю сделать непросто, то посмотрите, как непросто еще и ремни сделать. То есть, вот, например, вставлена цепь прямо в ремешок. Латунная сетка. Да, латунная сетка внутри ремня. Вот эти две зажигалки сделаны именно Игорем полностью вручную. Одну у него купил, а вот вторая – это его. И также вот эта ручка тоже сделана Игорем. Такая стилизация латунь-бронза. Очень-очень клево. Да, в стиле все сделано в стиле стимпанк. Выставка часов из бронзы и кастомных ремней продлится до 1 апреля. Обязательно приходите в музей часов и времени и посмотрите. Русаковская, дом 1, третий этаж, олд тайма. Все знают меня как последовательного критика всяких разных хмажей и так далее. Эта выставка, мое мнение, не изменила. А наоборот, как раз я еще раз всех призываю, как раз обращать внимание на бренды. И в том числе микро-бренды, у которых свой авторский дизайн, своя идея, своя история. А когда мы говорим про бронзу, когда мы говорим про микро-бренды, я особое внимание бы обратил на компанию МорПрибор. Это такой микро-бренд российский, авторский, интересный, с историей, с идеей. И он очень скоро вам кое-что еще интересное покажет. Но об этом мы поговорим с создателем этого бренда с Александром уже в отдельном видео, когда будет презентована очень интересная новая коллекция. Ждем с нетерпением.